Россия, океан, далекий горизонт, дипломатия, Франция Игорь Диланая, дипломатия, Франция 19 июня 2019 года Огромное множество рек, почти 40 тысяч километров морских границ, 7,5 миллионов квадратных километров морских пространств под ее юрисдикцией Четвертая по величине исключительно экономическая зона в мире, Все это априори делает Россию открытой морю, однако целый ряд факторов подрывает ее доступ к океаническим пространствам Расположившаяся на Евразийском континентальном массиве Россия сталкивается с тем, что часть ее портов оказываются в плену льдов на протяжении многих месяцев Развитие морских регионов страны неравномерно, некоторые прибрежные зоны заселены слишком слабо, А порты не лучшим образом подключены к морским и трансокеаническим торговым маршрутам Верное централизаторским традициям российское государство все еще остается источником Инициатива политических программ и крупных проектов по освоению прибрежных областей С этой точки зрения нефтегазовый сектор и армия представляются двумя главными движущими силами развития таких зачастую изолированных регионов Море – структурирующий элемент российской геополитики в отличие от англосаксонских морских держав, Великобритания, а затем США, Россия не является островом и не обладает заморскими территориями, Два этих фактора способствуют стремлению к господству на море Кроме того, процесс расширения ее территории избавил ее от необходимости брать под прицел заморские регионы И придерживался главным образом континентальной логики, идя в направлении Европы, Дальнего Востока и Средней Азии Завоевание Тихоокеанского побережья, по большей части в ущерб Китаю, Также не стало обязательным фактором формирования флота, хотя россияне основали Владивосток в 1860 году Киевская Русь возникла в IX веке на берегах Днепра и развивалась благодаря богатствам от использования этой могучей реки В частности это касалось пути из Варяг в Греки, то есть торговой оси, которая связывала Балтийское море с Черным через Восточную Европу Затем Россия начала расширение на юг по прочерченной Волгой оси до Каспийского моря и по дону до Азовского моря В исторической перспективе вода всегда прокладывала путь для отхода от изоляции и служила направляющей для российской экспансии Позднее, в начале современной эпохи, британская и голландская морские нации пришли к России, а не наоборот, воспользовавшись маршрутом через Балтику или Архангельск Советский историк Евгений Тарли писал, что одержимость российской элиты морем не была отличительной чертой имперского режима И что Маркс и Энгельс тоже предельно четко говорили об этом вопросе Развитие России требует получения свободного выхода в море Сегодня Россия претендует на статус морской державы, как было отмечено в морской доктрине 2001 и 2015 года Ознакомление с этим документом позволяет лучше понять региональные отраслевые приоритеты, которые Россия связывает с мировыми морскими пространствами Так, Москва считает приоритетными свое присутствие и деятельность в Атлантике, Арктике, Тихом океане, Каспийском море, Индийском океане и Антарктике Каждому из этих регионов, они приведены в иерархическом порядке, соответствуют свои экономические, политические и оборонные инициативы Так, например, Атлантическое пространство, и связанные с ним пространства Балтийского, Средиземного, Черного и Азовского морей, тесно переплетаются с отношениями Москвы с Евроатлантическим сообществом Помимо вопросов безопасности, стоит отметить, что к этому пространству относятся самые развитые и динамичные морские регионы страны Далее идет Арктика с ее огромным энергетическим потенциалом Кроме того, в доктрине отмечается, что это пространство определяет доступ России к Атлантике и Тихому океану С точки зрения Москвы Арктические и Тихоокеанские театры вот уже несколько лет сливаются в единое целое с учетом растущей доступности судоходства по Северному морскому пути В Каспийском море и в первую очередь подчеркивается энергетическая составляющая, а присутствие России в Индийском океане тесно связано с отношениями Москвы и Дели Наконец, Антарктика становится для нее окном в Южное полушарие в связи с присутствием там научных баз Море, фактор экономического развития России, как и другие государства, осознает расширение роли моря в мировой экономике и торговле Чтобы не остаться за бортом этого глобального процесса, она разработала в конце 1990-х годов государственную политику Которая на бумаге может показаться комплексной и амбициозной, поскольку охватывает широкий спектр напрямую связанный с морским пространством деятельности Судостроение, разведка и ответственная добыча энергоресурсов, океанографические исследования, прибрежный туризм, экологическая безопасность Этот стратегический массив документов обновляется с конца 2000-х годов, некоторые программы тогда были завершены, и теперь охватывает другие регионы мира Что отражает расширение российских планов на морское пространство Стратегия развития арктической зоны Российской Федерации обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года Сентябрь 2008 года Стратегия развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу Октябрь 2010 года Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года Декабрь 2010 года Программа «Мировой океан» Июнь 2015 года Морская доктрина 2015 года и военно-морская доктрина 2017 года Одни из этих документов охватывают очень широкие сферы Например, стратегия в Антарктике А другие направлены на более практические цели В частности, стратегия морской деятельности и океанографическая программа «Мировой океан» Кроме того, направленность некоторых программ тесно связана с экономическими задачами Министерство экономического развития занимается Мировым океаном, а новая стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года прорабатывается под эгидой Министерства промышленности и торговли Арктика и Дальний Восток Потребность в развитии и для развития этих регионов Россия делает ставку на крупные энергетические проекты, связывающие их северный морской путь Тайний льдов облегчает судоходство в арктических водах и открывает новые регионы для разведки морских недр Россия в настоящий момент обладает самым большим в мире флотом ледоколов и намеревается сохранить этот козырь, который еще больше повышает ее значимость в Северном ледовитом океане В Санкт-Петербурге сейчас строят новую флотилию атомных ледоколов проекта 22220, которая должна вступить в строй в начале 2020-х годов Кроме того, на Адмиралтейских вервях готовят предназначенные для патрулирования ледоколы проекта 23550 Они, по всей видимости, будут оборудованы крылатыми ракетами Калибр и должны поступить на вооружение в начале 2020-х годов Москва намеревается использовать весь потенциал Северного морского пути Он представляет собой кратчайший морской маршрут из Азии в Европу Чтобы придать жизненных сил Тихоокеанским и Арктическим регионам Где с 1991 года наблюдается спад населения Так, Дальневосточный федеральный округ потерял 750 тысяч человек с прихода к власти Владимира Путина в 2000 году А сегодня там работает лишь шестая часть действовавших в 1991 году 470 аэропортов и аэродромов Стремящаяся сохранить суверенитет в Арктике Россия не только занялась обновлением флотилий ледоколов Но и намеревается возобновить деятельность закрытых после 1991 года советских баз А также создать новые вдоль северного побережья В частности это касается баз на островах Котельной земли Александра Которые были открыты в 2014 и 2016 годах Эта сеть баз, речь идет примерно о сотне объектов Должна позволить Москве остаться у руля в оборонной составляющей северного морского пути Принимая при этом иностранные инвестиции и товаропотоки по арктическому маршруту Китай в свою очередь проявляет особый интерес к полярной оси Которая вписывается в его проект шелкового пути Хотя Кремль положительно встречает китайские инвестиционные проекты Например, по терминалу СПГ на Ямале Он с недоверием смотрит на планы Пекина и приписывает скрытые геополитические мотивы Поэтому Москва приветствует появление других азиатских инвесторов Прежде всего, Японии и Южной Кореи Которые намереваются вложить средства в Дальний Восток Энергетика все еще остается значимой движущей силой развития И не теори одной для масштабных проектов Судостроительный комплекс «Звезда», который начали создавать в 2009 году в Большом Камне, Приморье, Роснефть и Газпромбанк Запустил производство танкеров в 2017 году Новотек в свою очередь строит с конца июня 2017 года еще один судостроительный завод на Кольском полуострове Проект оценивается в сумму чуть менее миллиарда евро В обоих случаях новая инфраструктура призвана привлечь рабочую силу и обеспечить занятость 7,5 тысяч рабочих мест в «Звезде» и 6,5 тысяч в проекте «Новотека», что не так уж мало для слабозаселенных регионов Что касается амниксированного России в 2014 году Крыма, правительство тоже делает ставку на судостроение На полуострове немало таких предприятий, и связанную с присутствием армии деятельность для развития этого региона, который исторически ориентируется на море Предприятия Севастополя, Феодосии, моря, и Керчи, залив, живут главным образом благодаря, немногочисленным, газзаказам и проектам, которые связаны с открытым в мае прошлого года мостом между Крымом и континентальной Россией Как бы то ни было, Крым находится под действием евроамериканских экономических санкций Плохо связан с российской автотранспортной и железнодорожной сетью и не может похвастаться развитой внутренней территорией Ситуация может улучшиться с началом эксплуатации железнодорожного моста и новой магистрали из Керчи в региональную столицу Симферополь Таким образом, в отношениях России с океанами просматриваются оборонные, экономические, в том числе энергетические, и научные задачи Все это объясняет желание Москвы обеспечить экономическое процветание, политическую стабильность и безопасность прибрежных территорий Они могут находиться в удаленных и даже изолированных зонах, сохранив при этом свое положение среди великих морских держав Игорь Деланая, Игорь Деланая, доктор исторических наук, заместитель директора Центра обсервоматериала ИНОСМИ Содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИНОСМИ